На заседании в законодательном собрании сегодня аншлаг. В зале небывалое число депутатов. Все 50 мест были заняты. И как никогда все единодушны. Жарких споров, которые были на комиссиях по бюджету, как не бывало. Спорить просто ни о чем. Юрий Лебедев неожиданно снял свою поправку. Эти разбирательства, которые у нас были в течение более чем недели, они привели к тому, что вчера, встречаясь на фракции с губернатором, попросили им Олега Валентиновича, чтобы сходил Валерию Павлинычу. Они сегодня повстречались, нашли решение. Решение искали за два часа до заседания. В результате договорились. Главный вопрос – на каких условиях? Губернатор рассказал, давайте решать частично, но не через механизм поправки. Потому что если мы пойдем по этому пути, мы утонем. В спорах, дискуссиях тонуть, не делая дело, никому не хотелось. Поэтому перечень важнейших объектов на территории города Нижнего Новгорода – Нижневолжская набережная, это театр «Вера», это продолжение программы строительства детских дошкольных учреждений, школ. Это очень важный вопрос. Губернатор абсолютно правильно сказал. Не обязательно его решать через поправку. Мы его можем решить и так. Можем? Можем. Давайте решим. Давайте. Вам бюджет, нам градостроительные полномочия. Нижний Новгород получит это право. Именно это и стало одним из условий. Договорились и о том, чтобы увеличить число льготных поездок на транспорте с 39 до 50. Деньги будут выделяться путем софинансирования. В результате из областного бюджета на Нижний Новгород будет направлена практически такая же сумма, которую озвучивал Юрий Лебедев – 470 миллионов рублей по различным целевым программам. Распределяться деньги будут на следующих комиссиях. Так что баталии еще впереди. Второе. Чтение тоже важно, потому что там мы должны указать объемы софинансирования по различным программам, где мы рассчитываем на деньги федеральные. Если до конца года таких строк в нашем областном бюджете не появится, то мы рискуем потерять софинансирование с федерального уровня. Поэтому наша задача, опять же, придется поработать больше, меньше, неважно, сколько надо, столько и работать. Сегодня, пока в первом чтении, за бюджет проголосовали 43 депутата, против только трое. А вот поправку коммунистов, которые предлагали проиндексировать проезд для пенсионеров, отклонили. И это несмотря на то, что правительство настаивает на социальном статусе бюджета. Необходимые 437 миллионов председатель бюджетного комитета Александр Шаронов назвал дополнительными, а не основными расходами. Вы не оговорились? Это наше обязательство перед пенсионерами. В соответствии с бюджетом нами когда-то законом индексировать компенсацию на проезд в общественном транспорте. Когда говорят о том, что 437 миллионов рублей для обеспечения фактически бесплатного проезда пенсионеров в общественном транспорте, это неприподъемная сумма для областного бюджета, хочется сразу же в ответ спросить. А вы не думали о том, чтобы не выделять почти 400 миллионов рублей в этом году на строительство Дома правительства в Кремле, строительство других бюрократических учреждений? К своему предложению коммунисты вернутся в следующем году. А вот поправки к бюджету, в том числе по софинансированию программ для Нижнего Новгорода, рассмотрят уже в ближайшее время. Как обещают депутаты, споры будут, но точки соприкосновения уже найдены. Бюджет будет принят во втором чтении. Заседание назначено на 22 декабря. Наталья Миронова, Георгий Захаров, столица Нижний.